Это истина, и мы, и зрители, и мы лично для себя узнаем. Ну, получим ответ на вопрос, уехать или остаться? А может быть и нет, а это еще не знаю. Но в любом случае, мы думаем, что эта тема будет многим интересна. Потому что этот вопрос уехать или остаться, состоит сейчас перед очень многими главными людьми. Вызывание за границей с последующей перспективой, остаться там на работу, по-моему, все доступно, и очень большую популярность получает такие программы, как «Лок и Трео». И мы знаем, что даже в этой аудитории очень многое было. Наши друзья уже восходились в этой программе, «Лок и Трео», и им очень понравилось, и зрители говорят о том, что они вам не против, чтобы остаться. Поэтому сейчас мы хотели попроситься к аудитории, и я прошу подняться у тех, кто готов, прямо сейчас, если бы представилась такая возможность, уехать за границу в Англию, в США, в Бакетсказе, и жить за работой там, в Бакетсказе. Как вы видите, даже у вас в такой маленькой аудитории уже достаточно много людей. И у нас с Верой очень многие наши друзья уехали за границу, и они говорят о том, что они не собираются возвращаться. Это не значит, что я, которая тоже очень любит, это те люди, которые подняли сейчас руки, или наши друзья, они не любят России, они не любят. Просто они не любят, они не верят в то, что здесь может что-то измениться, что здесь может что-то добиться. Они предпочитают пойти более простым путем и развиваться успехом данным. И таких людей становится все больше, и их проблемы становятся все острее. Потому что получается, что как раз те люди, молодежь, которая и должна строить будущее, и пытаться что-то менять, они не уезжают и не хотят это делать. Поэтому нам кажется, что у нас тут актуален и должны быть интересные злитики. Спасибо. Пожалуйста, уважаемый жюри, вопросы для девочек. Можно задать, да? Конечно. Девочки, скажите, пожалуйста, вы не первые, кто произносит такую фразу. Я еще не знаю, как будет строиться мой сюжет и к чему я приду. Вы допускаете точно такую же ошибку. Мы еще не знаем, что нам будут говорить наши герои. Исходя из этого, мы придем к выводу. Как можно сейчас проводить презентацию фильма, когда вы абсолютно не знаете, о чем будут говорить ваши герои, какой у них характер, настрой и так далее. Вы уже сейчас должны понимать идею вашего фильма и к чему вы придете в итоге. Но при этом вы заявляете, что фильм будет очень актуальным. Мы понимаем идею в нашем фильмах. Но этот вопрос не может, мы не знаем, в каком вернуться их спорте. Умеет ли Андрей Михаилович, говорится Андрей Остаться или нет? Мы же не проводили в какой-то срочность? Там ваша позиция какая-то. Ведь в конце концов, как вы не спорили ваши герои, зритель будет сделать выводы по вашей авторской позиции. Как вы выстроите этот спор на экранах? Это не выстроить, как два разных мнения. Два разных мнения, а по нечто методе зритель воспримет как нечто одно. Ваше мнение. Это зависит от того, как вы построите фильм. Вы можете поддержать ни слова не говоря одного и второго вашего героя. Ваша позиция авторская какая? Надо бежать из России или Россию не думать? А у нас ваша авторская полиция разделилась. Я хочу уехать, я не знаю, почему я осталась там из седана, но я хочу, почему там это завалить, а я тоже не знаю. Ваш фильме развалится, его не будет. Не может, понимаете? Фильм делался, когда автор тянут его в разные стороны. Вас герои не спасут со своим спором. Они тоже не знают, что они делают. А раз вы не знаете, что вы хотите, вы тоже ничего не делаете. Мы знаем, мы заявили в нашей презентации, что, возможно, нельзя ехать туда, нельзя там, где нас нет, остаться в России. Но что нужно поменять, что скажут учёные, что им не хватает, чтобы остаться здесь, и делать эти же деньги, и зарабатывать эти миллионы в России? У учёных чаще всего вот эта сторона не очень волнует. Эта вещь необходима, но недостаточна. Миллионы, которые это заработали. Многие учёные в России остались потому, что они не могут заработать, как я говорю, на первых, и сказать, «нули на Россию». То есть, получается, что два героя решаются в два России? Ну, мне кажется, да. Авторы стоят и смотрят, и сами не знают, чего они хотят. Хотя, в принципе, идея интересная. Должна быть всегда авторская позиция. Вы представляете свою идею. Просто в этом вопросе не может быть однозначно во мнении. У каждого всего ответ на вопрос. Это у зрителя будет, свои точки зрения, на ваш фильм. Не будет однозначно. Некоторые согласятся с вами, некоторые – нет. Но должен быть предмет, с которым я соглашаюсь, или не соглашаюсь. Александр Ильич, можно мне спросить? Разумеется. Я, наоборот, их нацеливаю. Журналист, его бы не следовать в жизни. И когда он начинает ее исследовать, то есть, он заранее знает ответ на то исследование, которое он работает, то он невольно подталкивает этот молодой вопрос. А я не хочу, чтобы они подталкивали. Они хотят понять эту жизнь. Они молодые. И они совершенно точно заверяют идею в сроке. Они хотят понять, будут они вместе или разойдутся. И этот же вопрос для них, для двоих стоит. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне просто будет жалко с судьбой этого фильма. Василий Николаевич, я тоже хочу предупреждать. Не надо жалеть того, чего еще надо. Вы говорите, что у нее должна быть своя позиция, с которой они должны идти на фильм. Очень хуже. Если у них своя позиция отсутствует, потом она появится, и они фильм сделают, но он должен уставить. Только есть манипуляция. Они должны наблюдать жизнь, как она есть. И показать две точки зрения. Мне кажется, что это вполне уж такая позиция. К тому же, есть двое. И выходов из этого. Монтировать только один, у тебя не пришли. Монтировать можно так, чтобы использовать двое. Можно. А почему надо монтировать в позиции человека, который знает оторвет? Я не знаю, что я отвечу. Я могу к этому относиться менее нейтрально, так сказать. Мы эту позицию в любом случае слышим. Да, я могу понять людей, которые уезжают из России. Вот, пожалуйста, подключатели, европейцы. Ясно, что я сказал. Они не могут вернуться в области. Мне кажется, когда следует вернуться, чтобы на две разных позиции. Ради Бога. Вот я даже не стою восклицать на них. Пусть. Еще можно немножко минуально. Я помню, когда я поехал первый раз на БАМ. И это время одно было, а не время другое. Ну и тогда БАМ-то тоже мечтавал, что это такое загадочное. Ну, тут было, когда я еду за туманом, за запутан Таиса. Вот, когда я приехал, увидел реально, что такое БАМ. Вот, тогда я на себя ответил, на чего его не происходит. Если бы я ехал туда уже с заданной советской идеологией, то, что это героическое, что... И я прекрасенческое. Я очень смеялся, когда журнал-журналист за эту серию кучерков, которые я снял, как раз написал, что все это романтическое там... А я увидел совсем другое, только я не мог когда-то сказать. Мне хочется, чтобы они говорили об этой работе, то, что они не думали, а не то, что мы едем заставили. Спасибо Боже, что тебя заставляет. Я заставил кого-то думать о чем-то. Я говорю очень сильно. Спасибо большое. Что еще у вас есть? Да, конечно. Во-первых, девушки, вы сделали плохой рекламу Apple и Google. А во-вторых, почему тут сравнение только США и России? Неужели некуда, даже если уезжать, то некуда больше? Туркируются там или Европа, или Азия, или куда угодно. Нет, можно куда угодно. Мы говорим, что наши лучшие друзья, они просто по всему миру, по всему миру, по всему миру. Но именно наши люди, которые почему-то видят на первом месте, как большинство людей имеют, как центр финансовой обеспеченности, лучшей работы и лучшей технологии. Спасибо. 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 Еще есть вопросы? Да, еще один вопрос. В случае, если ваш парень выйдет, вы уже думали, где вы хотите тормозить стелку? Спасибо.